Привет, мои дорогие! Как я по вам соскучилась, вы даже себя не представляете. У меня сегодня опять чуть-чуть болтливый ролик. Почему? Потому что всё очень легко и просто. Я вчера села за руль, как бы не соврать, около восьми часов утра, и приехала домой уже вечером, где-то, не знаю, восемь часов. Так вот, где я была и чем я занималась? Рассказываю. Мне надо было пройти флюорографию для того, чтобы я могла пойти к зубному врачу. Вот, это надо было поехать в Багратионовск. В Багратионовск от меня двадцать пять километров. Вот, поехала туда, пока меня записали, пока в очереди отстояла, мне сделали вот эту вот карточку, потом поднялась на второй этаж, там сделали эту флюорографию. Нет, записалась на втором этаже, делали на первом. Короче, вот это вот всё, пока я приехала домой. Прошло уже пару часов. Так, что было дальше? Сейчас я подумаю, я уже запуталась, потому что сегодня я продолжала мотаться, как странный веник. Туда-сюда, туда-сюда. Потом мне что же было, что же было? Мне надо было куда-то поехать в обед. А, точно! Вот, у меня мои пяточки были такие шершавые, такие шершавые. Мне пришлось поехать и, наконец-то, сделать педикюр. Я уже очень долго его ждала. Уже вот кто женщина знает, меня могут понять. Так, поехала я к Леночке. Она сделала мне педикюр. Вот, после этого я забрала Сару. Мы поехали с Сарой вместе к пирсеру. Я не знаю, как его на русском называют. Короче, тот, кто делает пирсинги. Она захотела себе пирсинг на животе. Так, как ей уже 16 лет, я считаю, она в таком возрасте, что, ну, вполне можно сделать себе пирсинг. Вот. Я согласилась и поехала с ней вместе. Ей сделали пирсинг на животике. Если она мне даст, пришлет фотографию, которую я могу вам прислать, тогда я вам пришлю, если даст. Вот, покажу, какой пирсинг ей сделали. Там тоже, опять же, надо было эту девочку, она что-то где-то задерживалась. Мы ее ждали, пока она подъедет. Вот. Потом, после этого мы поехали. Нам надо было заехать в магазин, купить пару вещей там. Сара же не может молочные продукты кушать. Мы ей взяли безлактозное молоко, но на него она тоже почему-то аллергически среагировала. Ей затошнило. Живот заболел, закрутил. И понимаете, что потом случилось. Вот. Поэтому мы поехали еще раз в магазин и купили теперь уже миндальное молоко. Вот. Ну, или миндальный сок. Это совершенно не молоко. Ну, ладно, она белая, значит, молоко. Вот. И теперь она пьет миндальное молоко, и все у нее замечательно. Слава Богу, что она может... Она так хотела сильно келюкса. Вот поехали, купили келюкс. Вот это миндальное молоко. Все, ребенок счастлив. Слава Богу. И вот так вот пока промотались. А после этого, после этого мы еще поехали. Приехали домой, забрали наших собак Боньку и Тедика. Потому что Тедик уже себе весь хвост разлезал. Потому... Ну, папа мне не верит, что он виноват в том, что собаки отреагировали на ту нехорошую, скажем так, еду для Боньки и Тедика. Они же могут только определенный корм жрать. Вот. И поэтому вот такие вот дела у нас произошли с ними, к сожалению. И мне пришлось их к ветеринару тащить. Вот. У ветеринара ждали, пока просидели, пока нас приняли. Вот. Сделали... Шприц поставили и Боньки, и Тедику. И сразу перестал он этот хвост лизать. Сразу прям этот шприц. Он очень хорошо помогает. Останавливает буквально сразу этот аллергический или аллергенный процесс. Не знаю, как правильно сказать. Вот. И я, знаете, легла на кровать. У меня была вот такая голова. Я ничего не хотела ни видеть, ни слышать. Я просто-напросто... Я даже не могла с собой эту камеру таскать. Но вы бы, кроме машины, толком ничего не видели. Потому что, когда я там была с собачками, у меня была с собачками. Как-то заниматься эту камеру в руку не возьмешь. Это мне надо, ну, человека, который будет ходить и меня снимать. Куда я бегу, что я делаю и так далее, и так далее. А у меня этого третьего человека как бы нет. Поэтому, ну, как не получается такие моменты снимать. Вот весь день вот как белка в колесе. А еще говорят, ой, иди работай. Да ты сидишь-то, ты ничем не занимаешься. Ну да, конечно. Конечно, вот, кто-то написал. А, мне моя двоюродная сестра звонит по видеосвязи на WhatsApp. А я сейчас подойти не могу. Анечка, не могу подойти, я снимаю ролик. А сегодня чем я занималась? Сегодня. Еще хотела вчера это сделать, но не успела. Потому что вот как белка в колесе, как я уже говорила. Сегодня я поехала. Свидетельство о браке мне надо было в МФЦ привезти. И потому что у меня смена фамилий была с 2006 года. Я была как бы девичья фамилия, а сейчас у меня как бы мужа фамилия. И мне надо было подтвердить как-то это все. А я совсем-то и забыла, что у меня другая фамилия-то тогда была. Вот. И не взяла свидетельство о браке с собой. Ну ладно, сегодня я туда довезла это свидетельство о браке. Вот. Отдала. А перед этим, как я поехала туда, я была с утра опять в Багратионовске. Опять 25 километров туда-обратно, чтобы забрать флюшку. Ну вот этот результат. Все у меня в норме, ничего у меня нету. Папа тоже флюшку делал. У него тоже все хорошо, все в норме. Все замечательно. Ни у кого нет туберкулеза. Вот. Так, да. И перед тем, как вот отдать эти бумаги, потом еще после этого заехала в банк, ну каждый день вот так вот что-то надо делать, съездить. Вчера еще Кан тут приболел. И у него он, по-моему, он протянул себе или подтянул, или протянуло его, ну вот спину сзади. Вот. И вчера его там натирали. И он лежал, сегодня в школу не ходил. Вот. И домашние задания делали за два дня, потому что он вчера лежал, не мог сесть, ему больно было. Вот. И сегодня домашние задания делали. Вот. И я ездила сегодня в одно место еще. Это очень произошло быстро, спонтанно. А после того, как я забрала флюшку, я еще заехала у нас в больницу и представилась зубному врачу. Но зубной врач сказал, как есть. Говорит, если ты хочешь сохранить свой зуб, короче, езжай в платную клинику, и пускай они тебе его делают. Потому что те пломбы, которые у нас ставятся, гарантия дается там на 2-3 месяца. Если люди ходят с этой пломбой год, тогда это вообще уже сенсация. И так как у меня, ну, большая очень пломба, ее надо заменить. Вот. Ну, что там может, ну, полностью зуб распасться. И надо, если ставить пломбу такую, которая, правда, будет долго стоять, долгое-долгое время, чтобы не потерять зуб. И там уже надо будет на месте решать коронку надеть, не надеть на него, чтобы он не распался. Короче, не знаем. Еще посмотрим. Может быть, придется коронку на него одевать. Но это я вам, конечно, расскажу. И в этом месте, и я когда-то несколько дней назад звонила одному человеку по поводу, не могу какой повод вам сказать, не могу. Потому что, если мне не будет это черным по белому, с печатью вот так вот, сто процентов, я не хочу вам говорить, потому что боюсь сглазить. А у меня вот этой печати нету, и пока нету, я вам не скажу. Но я скажу, что это очень классно, я очень рада. Я всегда говорила, когда я приеду в Россию, я хочу, что вот именно вот так, вот именно вот так. И она все срастается, прям вот очень-очень хорошо срастается. И мне это, я прям бегаю сегодня на таком позитиве с самого утра, когда мне позвонил вот этот вот парень и сказал, здравствуйте, так и так. И мы с ним поговорили и встретились. И я такая рада. Я просто не могу. Люди, помогите. Я сейчас взорвусь от радости. Сколько я там наснимала, то уже, господи, 10 минут, 11. Вот такие вот дела. Так что ждите, ждите. Очень хорошие новости будут скоро, я надеюсь. Потому что, ну, вроде бы как, все срастается. Вроде все, все уже обговорили и уже, в принципе, как бы решили. Но вот пока вот не будет у меня, как сказать, печати вот этой вот, да. Я как бы боюсь. Очень боюсь сглазить. Поэтому, как всегда, как всегда у меня заканчивается ролик с такой интригой, аж прям очень-очень большая интрига. И как бы, да. И вот эта вот интрига, она до того большая, что, мне кажется, вы тоже взорветесь. А еще я хотела вам рассказать. Зара проявила желание, что она хочет кошечку домашнюю. Так как наша кошечка, которая на улице, она одна же осталась. К сожалению, мы так и не нашли ее сестричку. Очень жалко. Мы очень горюем до сих пор, что она вот так вот исчезла, пропала. Мы не знаем, где она. Мы хотели ее домой забрать, но она так кричала дома, так кричала. Вот она не хотела быть дома. Ну что, я ее буду бедную насильно тут держать? Конечно же, нет. Я ее отпустила опять как бы на улицу. Она себя чувствует там хорошо. Ну, значит, пускай лазит, как говорится, на улице. И Зара говорит, я хочу свою кошечку, свою любимую, чтобы она со мной вместе спала, со мной вместе жила и так далее, и так далее. Но это, конечно, будет, когда мы переедем уже в дом. Ну, у Зары практически будет, как бы, скажем так, свой этаж. У нее комната будет на втором этаже. Второй этаж, там сразу и кухня, и зал, и второй большой санузел. Вот, поэтому для Зары и для кошечки будет достаточно для двоих места, где они будут вместе жить и поживать, а я уже буду внизу с собачками, как говорится. Но мы все-таки надеемся, что собачки примут вот этот маленький красивый комочек, что они не будут его трогать, потому что оно все-таки собаки чувствует, когда это как бы ребенок, малыш, или когда уже взрослая кошка. Я думаю, они потом все-таки этого котенка примут, и все будут как семья жить втроем, чтобы, ну, не гоняли этого кошечку или кота по дому. Потому что если они видят где-то на улице кошку или кота, все, это инстинкт, просыпается у них какой-то, надо им вот это вот добить, забить этого кота. Вот они гоняются, к сожалению. Я не приучала их к этому. У нас был такой Тедди, а Тедди мы взяли, когда ему было уже два года, и он, к сожалению, уже был такой. Я уже его перевоспитать, ну, не получилось у меня. А Бонька, она такая не была, она не гоняла котов и кошек, но она увидела это у Тедди, и, соответственно, у него взяла все плохие примеры, и поэтому они у нас вот так вот себя, к сожалению, ведут. Так что вот это вот все наши новости, где я была, что делала, проболтала тут. Кому скучно, кому нет, кому нравится, что я рассказываю про свою жизнь, очень рада вам с вами поделиться, и я очень счастлива, и я сказала, жизнь прекрасна, у меня все сходится. Слава Богу, чтобы это все так дальше продолжалось. Я очень этому рада, безумно. Я вас люблю, я все равно останусь всегда с вами. Никогда от вас не уйду. Подписывайтесь, ставьте лайки, любите меня, как я вас люблю, будем всегда вместе. Всем привет, всех новеньких добро пожаловать на мой канал, и всех стареньких оставайтесь со мной. Пока-пока.